Однажды я был совершенно свободен. Рассказ. Был летний вечер в середине девяностых. Я ничего не делал, у меня не было никаких планов, мыслей и чувств. Я был совершенно свободен. Сначала приходил Яша за толстовкой с надписью «Босс». Он принёс только половину денег, остальное обещал потом. Но я всё равно отдал, зная, что потом не будет. Я был свободен и от жадности. Потом звонил товарищ по работе, алкоголик, просил денег взаймы срочно. Я отказал. Не дам. Почему? Не хочу. Он обиделся. Раньше, конечно, бы я дал или соврал, что нет, а потом презирал бы себя за малодушие. Но я уже был свободен и от чувства вины и ложной солидарности. Потом пришла она. Она пришла за любовью. Но у меня не было желаний, а только целое азовское море тишины внутри меня. Я вложил её на диван и думал ей в лицо, как дети дуют на одуванчик. После сидел на полу и смотрел, как волна удовольствия проходит через её тело. Это произошло спонтанно и неожиданно для меня. И по логике я должен был бы прийти в восторг от своего волшебства. Но я был спокоен. Когда она уснула, я вышел из дома за пряниками к чаю и виноградом. Она любила виноград. Раньше я всего боялся. В школе боялся быть смешным, в армии боялся быть слабым, в постели боялся закончить слишком быстро, боялся одиночества, боялся остаться без денег, больше всего боялся потерять свободу. Теперь я был свободен от всего этого. Я просто шёл за пряниками и виноградом. Ночной рынок брулил. Заметно пьяненькая торговка взвесила мне кисть дамских пальчиков. Весы у неё явно врали. Я намекнул ей об этом. В ответ она выругалась. Раньше я бы ответил. Но теперь я просто купил виноград у другой торговки. Мне просто было всё равно. Купив пряники, я дождался трамвая номер три. Он был пуст и похож на светящийся аквариум, катившийся со скрипом по дну южной ночи. Трамвай был сделан в далёком уральском городе Усть-Кота, в таком же далёком от меня, как злость, озабоченность и суета. Через пару остановок, когда вагонная дверь гремя цепью отъехала в сторону, в салон влетел человек с двумя проводами в руках, пылая безумными глазами. С криком «Встретимся в аду!» он их замкнул. Раздался взрыв. Когда осколки стекла отзвенели по асфальту, и наступила тишина, я медленно поднялся с дороги и отряхнулся. Моё тело было в полном порядке. Рядом дымился трамвай, посреди дороги лежала голова подрывника, боком смотревшая вслед, убегавшись с воем вагоновожатой. В ушах у меня звенело, но я был спокоен. Моё внутреннее море не выплеснулось из берегов. Я пошёл пешком. Из пакета на дорогу капал виноградный сок, светились жирные звёзды. Улица упиралась прямо в огромный шар луны. Из него златоглазыми рыбами выплывали редкие автомобили. Люди внутри машин были словно библейский иона, каждый в чреве своего кита, не сумевшие вырваться наружу, но сумевшие приручить проглотившую и медленно переваривавшую их тварь. Им хорошо вместе, людям и машинам. Вот этот с проводами сумел вырваться, но вырвался он не так и не туда. В синем воздухе надо мной иногда мелькали стремительно летучие мыши, ветерок с моря шуршал листьями, в которых причудливо узорился свет от фонарей и фар. Я был спокоен и свободен. Когда в одну из уличных водопроводных колонок я нагнулся, чтобы умыться и попить, сзади раздался визг тормозов и крик «Стоять!». Обернувшись, я увидел людей в сером. Они повалили меня на землю, нацепили наручниками. «Да, это он, это он», — говорили они. Меня задержали по подозрению в теракте. Несколько дней я провел в следственном изоляторе, где меня допрашивали, пытались запугать, требовали подписать какие-то бумаги, но я не чувствовал ни страха, ни обиды, ни жалости к себе. Не было тяжких дум, не было каких-то ожиданий. Я был свободен. Стены изолятора просто утонули в Азовском море моей внутренней тишины. Потом, когда меня отпустили, ноги сами пришли на старое кладбище возле трамвайного парка. Я любил это место, место безмятежности. Когда мне нужно было восстановить равновесие души, я приходил туда посидеть в тишине деревьев и мраморных ангелов. Вот и тогда я сидел на скамейке у могилы старца Павла, когда две пожилые женщины, проходя мимо меня, остановились, и одна положила мне на колени пряник, а другая — виноград.